МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Объективно. Дорогие друзья, на нашем столе в Государственном архиве Российской Федерации лежат просто интригующие документы. На большинстве написано слово секретно, е, секретно. Документы относятся к деятельности тайной полиции Российской империи с самого начала 20 века. Это канун так называемой Первой русской революции. Здесь множество вопросов. Что может тайная полиция, что не может? Вот все эти вопросы мы будем обсуждать с гостем и экспертом нашей программы Любовь Владимировна Ульянова. Историк, главный редактор сайта «Русская идея». Здравствуйте. Здравствуйте. Все документы, которые мы сегодня выложили на этот стол, они касаются деятельности такого известного деятеля русского политического сыска Сергея Зубатова. Одни говорят, что это был гений сыска, другие говорят, что это был мерзавец. Вот что ближе всего к истине? Мне, конечно, ближе точка зрения, что Зубатов – это абсолютный гений политического сыска. И он имел такую репутацию в кругах бюрократии начала 20 века, в кругах государственных деятелей, разумеется, внутри самой политической полиции. В тех городах, где Зубатову удалось попробовать создать легальные рабочие организации, получившие название полицейского социализма с легкой руки большевиков, в этих городах у социал-демократов тут же начинались большие проблемы. Вот секретное прибавление к приказу по московской полиции 9 октября 1996 года. «Состоящий в штате полиции колледжеский секретарь Зубатов, господином министра внутренних дел, причислен к министерству с откомментированием в мое распоряжение и с поручением ему временного исполнения вакантной должности начальника отделения по охранению общественной безопасности». Ну, начальник московской охранки. Судя по всему, на вот эту дату, 96-й год, Сергей Зубатов – это не новичок в полиции, но он получает такую весьма важную должность. По сути, к политической полиции относился департамент полиции, входивший в структуру Министерства внутренних дел, это центральный орган политического сыска. И в каждой губернии существовали жандармские управления, эти пресловутые синие мундиры, жандармы. Однако жандармы были плохо приспособлены к ведению политического розыска, поэтому были созданы в наиболее крупных городах Российской империи, в трех, охранные отделения. Как раз Зубатов начинал свою карьеру в московском охранном отделении как секретный сотрудник. Это не секрет, что вначале он был одним из революционеров, а затем перешел уже после своего провала как секретного сотрудника, перешел на службу в охранное отделение. Это случилось в 1887 году. Вот касаясь вопроса политического сыска, здесь невозможно оставаться на таких позициях, но дамы из Института благородных девиц, это война, которая ведется против государства революционными силами. И вот, что называется, на войне, как на войне. Сам Зубатов, уже работая с секретными сотрудниками, он говорил, что самые важные, самые надежные люди, это те, которые шпионят не за деньги, а те, которые идейно преданы государству. Кем был Зубатов на момент 1896 года? Вначале он был просто прикомандирован к московскому охранному отделению. В 1994 году он становится помощником начальника московского охранного отделения. А в 1996 году есть такая версия, что он смещает своего бывшего начальника, обвинив его в злоупотреблениях. И его самого назначают на должность начальника московского охранного отделения. Зубатов к 1896 году уже создал целую школу филеров, людей, которые должны были следить за революционерами, выполняли, собственно, одну из самых неблагодарных работ. Сергей Васильевич Зубатов, надворный советник, начальник московского охранного отделения, руководитель особого отдела департамента полиции. Сергей Зубатов родился в 1864 году. В юности сочувствовал революционному движению, но выбрал полицейскую карьеру. Сергей Зубатов – организатор эффективной системы политического сыска, идеолог лояльного власти рабочего движения. Сергей Васильевич Зубатов покончил с собой в марте 1917-го, узнав об отречении императора. Он был идеологом, как вы знаете, вообще политического сыска. Он обратил свое внимание к рабочему вопросу и написал вот эту вот записку, доклад Зубатова князю Сергею Александровичу, то есть московскому генерал-губернатору. Эта записка была передана через московского оберполицмейстера Трепова. Настоящий момент настолько тревожен, деятельность революционеров настолько интенсивна, что для борьбы со злом требуется дружная систематическая работа, сопричастная к движению ведомств. Принцип разложения и разъединения правительственных органов в то время, когда боевой лозунг революционеров объединение, слияние, солидарность, пролетарии всех стран соединяйтесь, это социал-демократия, никоим образом не может гарантировать безусловной скорой победы над социальной демократией. Для Зубатова, как мне кажется, было очень важно, во-первых, сохранить самодержавие, потому что он искренне верил в идею монархии, он много об этом писал. Но не просто охранить самодержавие, а дополнить его очень важными, такими базовыми структурами. И это была очень нетипичная позиция в сфере государственного управления, в сфере бюрократии. Однако внутри Министерства внутренних дел, внутри Департамента полиции было много сторонников у этой позиции, что самодержавие должно обязательно, институт монархии, институт власти должен обязательно дополняться самоуправлением различными формами самоорганизации. Что если правитель опирается только на бюрократию, то в конечном итоге из этого ничего хорошего не получается. Значит, у дворянства самоуправление было, естественно. С крестьянами тоже, можно сказать, да, крестьянское общество, крестьяне были консолидированы. Купцы тоже, да, там существовали свои формы таких объединений. Только рабочие оказались вот вне всяких форм такой самоорганизации, да. Вот это была такая очевидная проблема. Можно и так сказать. Но с рабочими все-таки было очевидно, что они попадают под влияние социал-демократов. Потому что это было для Зубатова очевидно. А на самом деле далеко не для всех внутри политической полиции это было так важно. Потому что до этого, собственно, с момента убийства Александра Второго народовольцами, это 1881 год, и вплоть до последних лет 19 века главной угрозой считались народовольцы, ну, в терминологии уже последних лет, это социал-революционеры. Значит, что предложил и что реализовывал Зубатов? Ну, он сам будет вот заниматься этим решением этого вопроса. С помощью тех средств, которые есть у руководителя тайной полиции. Так ведь получается? На самом деле очень сложно сказать, что Зубатов в своей деятельности попробовал консолидировать разные ведомства. Потому что он тут же вошел в конфликт с Министерством финансов, у которого было свое подразделение на фабриках. Фабричная инспекция, которая должна была заниматься положением рабочих. А то, что предлагал Зубатов, и то, что было им создано в Москве, потом в Минске, в Одессе, потом в Петербурге, когда он туда переехал, эти легальные рабочие общества, их официальный статус был непонятен. Они объявляли себя неким противостоящим фабрикантам, борющимся за свои права. Вот эта вот его идея, идеология, философия, как я говорю, она как была поддержана людьми чиновными. Такими высоко чиновными людьми, ну, включая московского генерал-губернатора Сергея Александровича. То есть, ну, конечно, без поддержки он здесь ничего не мог бы сделать. Вот это очень важно. Вот это очень важный момент. Да. Из тех людей, кто встал на сторону Зубатова, кто его активно поддерживал, был московский оберполицмейстер Дмитрий Федорович Трепов. Помимо Трепова, Зубатова поддержал, как вы уже сказали, великий князь Сергей Александрович. Московский генерал-губернатор. И надо сказать, что именно благодаря его заступничеству рабочие общества, возникшие в Москве в первом году, не были тут же закрыты под давлением министра финансов Сергея Юрьевича Витты. Вообще, такой очередной русский парадокс. Великий князь, дядя государя, царя Николая II покровительствует рабочим. Потом революционеры его убивают. Здесь дело в том, что вот эта записка, которую вы процитировали, нужно понимать, что Зубатов ее писал, он понимал, кому он ее пишет. Что нужно сформулировать это таким образом, чтобы его идея была услышана, в частности, великим князем Сергеем Александровичем. И я думаю, что не случайно. И вот эта идея патернализма, которую он проводит в этом докладе, является главной в этом тексте. Однако для самого Зубатова главной была другая идея. Идея самоуправления рабочих. Чтобы рабочие научились отстаивать свои права, при этом не борясь с властью. То есть он пытался развести, он говорил об этом много, и писал много, вот эту политическую борьбу и экономизм. То есть Зубатов настаивал на том, что если легализовать, по сути, вот это рабочее движение, разрешив его в форме профсоюзов, того, чего не было в России, то это бы снизило бы градус общественного недовольства, недовольства самих рабочих, и, вероятно, помогло бы избежать революционных событий. Судя по внешнему вину документа... С правками, да? Да, здесь есть рукописные правки, вставки, но, видимо, сам Зубатов это правил. Можно предположить, что в таком виде это было уже представлено Трепову. Может быть, это правки и самого Трепова, хотя вряд ли, потому что он был тогда просто восхищен тем, что ему принес Зубатов, вряд ли он сам мог это что-то править. И... Вот по почерку и от Зубатовский почерк. За Зубатовский, да, почерк. Но, во всяком случае, это выглядит как практически окончательный документ. Сейчас нужно посмотреть на дату и подпись, потому что обычно в делах департамента, если это... Но, совершенно секретно, это уже оформление чистовое, скорее всего. И присвоен номер делопроизводственный. И стоит дата от руки. То есть, если бы это был черновик, скорее всего... 8 апреля 98-го. 98-го года, да. Сергей Зубатов, вот он так вот обобщал разный опыт, мнение очень серьезных людей. И, очевидно, и там западноевропейских мыслителей, и наших русских мыслителей. Вот он инициировал то, что Лев Тихомиров, написав вот такую записку, да, называется «О задачах русских рабочих в союзах и началах их организации». Он говорит о том, что вообще главная задача решения рабочего вопроса – это превращение рабочего класса в рабочее со слоем. То есть, чтобы встроить рабочих в русскую жизнь. А тем, что рабочие были вот так вот, как бы вне русской жизни, собственно, этим пользовались революционеры. Здесь очень важный момент, потому что русское общество в этот момент, в своей активной части, скажем так, оно живет абсолютно одной идеей свержения самодержавия. И про русское освободительное движение, да, я говорила. И ему была присуща нехватка вот этого, на самом деле, экономизма. А Зубатов был тем и уникален, что он начал говорить про частные, конкретные интересы, экономические интересы. Значит, 902 год, Зубатова переводят из Москвы в Петербург, да? И вот рабочие, рабочие, от имени всех рабочих Москвы мы выражаем вам свой прощальный привет и горячую благодарность за те великие труды, которые вы понесли в деле нашего объединения в Братский Союз. Мы уверены, что, живя и в северной столице, вы не забудете рабочих Москвы. Ну, как это же... Да, он был для них, как отец, родной. Это же и такое искреннее, искренние благодарности, искренние слова. Да, и вот было очень известное стихотворение одного из самых ближних к Зубатову рабочих, Фёдора Слепова, стихотворение «Контермины», написанное в связи с статьей о Зубатовщине в социал-демократической искре. Мы недавно статью прочитали в «Нелегальной печати», где вас очень нагло и сильно ругали пресловутые наши друзья. Они мыслят вас двигнуть насилием, равенству, братству, свободе, алтарь, и, объятые злобным бессилием, горячо проповедуют нам. Собирайтесь в толпу колоссальную, угнетённой работой народ, и с ножами, дубинами, камнями и устремляйтесь потоком вперёд. Всё ломайте спокойную совестью, города предавайте огню, никакой не гнушайтесь подлостью, и про честь позабудьте свою. И когда всё, что есть, вы разрушите, мы вам новую жизнь создадим. Вы тогда своей властью будете управлять государством своим. Вам устроен парламент, как в Англии, сами будем мы в нём заседать, всем имуществом вашим и вами будем ловко тогда заправлять. Очень точное, на самом деле, описание того, что произойдёт с тем, с людьми, когда большевики придут к власти. Личный фонд Сергея Зубатова в Государственном архиве Российской Федерации более 40 дел. Документы постоянного хранения за период с 1896 по 1913 годы. Уникальные свидетельства интеллектуальной и административной деятельности выдающегося представителя правоохранительной системы. Аналитические записки, обращение рабочих, официальная переписка с вышестоящими чиновниками, личное обращение Сергея Зубатова. Почему он так мало проработал в Петербурге на вот этом новом своём посту? Что случилось? Когда Зубатов переехал в Петербург, его назначили в сам департамент полиции, в ключевую структуру вообще департамента полиции, мозговой отдел, заведующим особым отделом департамента полиции. И Зубатова брали для того, чтобы он опробовал московский опыт внедрения этих рабочих обществ в Петербурге, и пробовал его как-то экстраполировать на другие, может быть, районы России. И существуют разные версии, почему в августе 1903 года Зубатов 9 месяцев он прослужил заведующим особым отделом департамента полиции со скандалом. Был отправлен в отставку министром внутренних дел Вячеславом Константиновичем Плеве. Вообще здесь действительно многое непонятное. Плеве умный человек, к тому же консерватор, ну, очевидно, чиновник, ставящий перед собой главную цель – это укрепление самодержавия. Дело в том, что когда Плеве пришел на должность министра внутренних дел, он не воспринимался как такой реакционер. Плеве очень активный, видимо, довольно искренне пытался договориться с земскими деятелями, с общественными деятелями во втором году. Там сложно тоже понять, что и почему не получилось. Но конкретно и когда Зубатов соглашался на должность заведующего особым отделом, он предполагал, что вот эта ставка Плеве на развитие самоуправления будет сохраняться. К лету 1903 года между ними, видимо, назревал какой-то идеологический конфликт. помимо того, что официальная причина увольнения Зубатова – это стачечное движение лета 1903 года, охватившее юг России, в котором приняли активное участие созданные Зубатовым там рабочей организацией. Вероятно, Зубатов сам был виноват в том, что он доверился, просто непонятно кому. Или князю Владимиру Мещерскому, который занимал влиятельные позиции при дворе редактор-издатель газеты «Гражданин» одной из видных консервативных газетового периода. Или самому Витте, к которому вроде бы Зубатов действительно приехал и предложил какую-то программу, а Витте и Плеве были очевидными врагами между собой. И, наверное, можно действительно предполагать, что вот эта попытка за спиной Плеве выстроить контакты с Витте стоила Зубатову и его места в департаменте полиции. На самом деле, очень странно, потому что Витте был стопроцентным врагом Зубатова в предшествующие годы, когда начали создаваться рабочее общество в Москве. Ну вот странное дело. Получается так, что весь этот вопрос держался на его личности. Это опасная ситуация вообще. вот в государственной жизни. Очень интересный, необычный документ. Не очень понятно, что вот это вот то ли отправление почты. Это гербовый сбор. То есть это не внутренняя переписка ведомства, а это уже как бы человек абсолютно со стороны обращается в государственную очередь. Да, это порошение Сергея Зубатова об отставке. Удивительно, да, то есть, получается, его уже уволили. Вообще интересный почерк такой, характерный. Вот очень, ну, какую-то такую выдает личность сосредоточенная и энергичная. Вот это вот Сергей Зубатов, 903-й год. Ну, Плеви же уволил Зубатова со скандалом, да, то есть, он не просто его хамски очень построил процедуру увольнения, да, он его сослал под гласный надзор, как революционера, по сути, во Владимир, и без предоставления пенсии к государственным служащим. Здесь Зубатов просит о предоставлении, как прослуживший на охранной службе, более 15 лет. Через пару месяцев, видимо, Плеви назначает ему действительно пенсию. Ну, а дальше, когда он становится просто отставным чиновником, да, на него начинает вешать всех собак, ну, прежде всего, конечно, революционеры, появляется этот жупел под названием полицейского социализма. И вот в 12-м году за границей была издана книга Морского, как считается, возможно, это был псевдоним, да, возможно, и сам вид ее написал, посвященный Зубатовщине. И в деле департамента полиции, в личном деле о Зубатове, дело было заведено в 1908 году. Тут его формуляр там со всеми должностями, наградами. На 108-м листе начинается объяснение Зубатова по поводу книги. Здесь, кстати, чувствуется негативное отношение самого департамента в 12-м году к Зубатову, в 13-м году, потому что здесь написано возражение бывшего начальника отделения по хранению общественной безопасности и порядка в городе Москве своего Зубатова, в то время как не названо, что он надворный советник, например, его, не написано, что он вообще-то был заведующим особым отделом департамента полиции, то есть его более высокая должность. Это все не указано в данной внутренней записке. Зубатов просил опубликовать это опровержение на книгу Морского, но департамент полиции ему запретил. Ну, вы знаете, друзья, у меня такое двойственное впечатление от этой истории. С одной стороны, конечно, Зубатов – это человек убежденный, серьезный, и это он доказал тем, что, узнав о отречении государя, застрелился. А с другой стороны, ведь каждый должен заниматься своим делом. Политический сыск при всей важности этой организации не может, конечно, заниматься устроением русской жизни. Вот этим должно заниматься общество и государство. На этом все. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. И до новой встречи в архиве, там, где хранится наша история. КОНЕЦ КОНЕЦ